Привет, друзья! У современного ААА гейминга есть масса проблем, которые мы с вами непрерывно обсуждаем. Лутбоксы, микротранзакции, ленивые сиквелы, рьюз контента и техническая сырость. Однако есть еще одна проблема, которая обсуждается гораздо реже, но которая уже убила во мне заинтересованность во многих крупнобюджетных проектах. Речь идет, конечно же, про модульную структуру сюжета. Это когда написанием истории и проработкой сюжетных заданий занимается не один коллектив, а сразу несколько. Модульный подход в целом свойственен большим студиям, разделенных континентами и границами суверенных государств. В подобных транснациональных корпорациях менеджеры стараются распределять работу над игрой между коллективами таким образом, чтобы каждое подразделение готовило свой некий модуль, из которых потом получилось бы собрать финальную игру, как из кубиков Лего. В максимально утрированном гиперболизированном виде концепция модульной структуры сюжета вам хорошо знакома по многим приключенческим играм в открытом мире. И если не первопроходцам, то уж точно ярчайшим сторонником такого подхода к разработке можно считать одну известную французскую корпорацию. Убийсофт. Убийсофт представляет... ... ... ... "... ... ... ... ... ... ... ... Большинство из моих зрителей весьма хардкорные геймеры, так что полагаю вам, проблема знакома ничуть не хуже чем мне. Как вы понимаете, распараллелить разработку на 100% практически никогда не представляется возможным. Так или иначе, всегда остается одна или две ключевых студии, которые вытягивают на себя основной пласт разработки, и от решений которых зависит текущая загруженность остальных вспомогательных подразделений, занимающихся производством ассетов или второстепенных заданий. Однако неистребимое желание отдельных топ-менеджеров выпускать гаргантюанские открытые миры, да еще и в как можно более короткие сроки привело к тому, что студии начали буквально распиливать миры на регионы, и прямо вместе с сюжетными ветками поручать параллельную разработку сразу нескольким студиям. И вот уже тогда первой пострадала сюжетная целостность. Если вам нужно максимально простое и лаконичное объяснение, как это работает, представьте себе упомянутые ранее кубики лего. Каждое подразделение презентует свой кубик лего, которые потом стыкуются в некий финальный продукт, однако при этом каждый из таких кубиков не является принципиально неотъемлемой частью финальной композиции. Кубики лего универсальны, вы всегда можете выкинуть один и заменить его на другой, и суть вашей композиции не поменяется. Так же и тут, ни один модуль не является незаменимым, его можно запросто убрать или заменить на другой, и при этом остальные компоненты игры никак не пострадают, потому что каждый из них это самодостаточный кубик лего. Надо ли говорить насколько это удобно для студий? Модульный подход к разработке позволяет абсолютно безболезненно играть с получившимся концептом. И если какой-то фрагмент мира выбивается из общей атмосферы, нарушает ритм приключения или ощущается лишним, его всегда можно безболезненно вырезать. Но как разработчики понимают, какого цвета кубик лего от них требуется сделать? Чтобы он вписывался в общую композицию и на выходе не получился монстр Франкенштейн. Что ж, судя по таким проектам как Wildlands и 3-я мафия, зачастую вообще не понимают. Готов поспорить, вы уже успели присытиться играми в открытом мире, в которых вместо нормальной структуры сюжета вас пытаются накормить с лопатой разобщёнными и плохо связанными между собой сюжетными кусками. Очень часто их маскируют под какие-то структуры и схемы, презентуя вам долгосрочные цели, например по устранению всей вражеской организации. Мол, есть вот главгад, а у него есть 8 помощников. И прежде чем игра позволит устранить главного злодея, вам сначала потребуется захватить все районы, пометить 100 ящиков с припасами, выполнить полдюжины однотипных заданий и только потом вам откроется квест на устранение одного из подчинённых главного злодея. И так повторить 8 раз, пока вам не надоест и вы не удалите игру. Впрочем, абсолютно ремесленнический подход Ubisoft к разработке открытых миров является не более чем крайностью. Само собой, я ставлю их последние проекты в пример бездушных игр, с которыми даже не хочется знакомиться. Но также прекрасно понимаю, что есть и обратные примеры. Примеры игр с модульным сюжетом, у которых получилось стать народными хитами. И тут надо сделать важную оговорку. Я начал своё рассуждение с подводки о том, что модульный подход к разработке свойственен большим студиям, подразделения которых базируются в разных странах. И это правда, это примеры на котором легко и просто проиллюстрировать проблему. Однако сам по себе модульный подход как таковой – это не что-то, что появляется исключительно в результате работы большой студии. Это в целом популярная практика даже среди небольших коллективов. И, само собой, популярная не без причины. Всё же талантливых сценаристов, способных написать крепкую историю, да ещё и без картонных персонажей и зияющих дыр, на рынке не так уж и много. Да и стремление менеджеров распараллелить работу над заданиями в открытом мире нам с вами вполне понятно. Именно поэтому мне было бы интересно обратить ваше внимание на студии, у которых есть удачный опыт создания модульного нарратива. Чтобы на их примере показать слабые стороны такой модели. И начну я, конечно же, со всеми любимого третьего Ведьмака. Особенность дикой охоты в том, что на ранних этапах разработки игру тоже разделили по границе территориальных зон. Задумка была нехитрой – прицепить к каждому сюжетно значимому квесту несколько сценаристов и квест-дизайнеров, чтобы те написали свой модуль, свою сюжетную ветку приключений Геральта. Чтобы потом эти модули можно было собрать вместе в единое длинное приключение. Именно поэтому сюжетная ветка с кровавым бароном, криминальные разборки в Новиграде и решение вопросов престола наследия на Скеллиге настолько сильно отличаются по духу, темпу и своей подаче. И именно поэтому главный квест до момента воссоединения с Цири состоит из трех очень туманно сформулированных целей. Раз защите Цири в Велине, раз защите Цири в Новиграде, раз защите Цири на Скеллиге. Такой подход имеет свое право на жизнь. В Ведьмаке у каждого персонажа есть своя мотивация, свой характер и, что немаловажно, своя предыстория. Если мы возьмем того же барона, мы увидим насколько хорошо он прописан, насколько четко рассказывается его военное прошлое и демонстрируются проблемы с алкоголем. Его грубость и прямолинейность укладываются в наше представление о военнослужащих. Сценаристы хотели, чтобы мы глубоко погрузились в его семейные проблемы, а квест-дизайнеры предоставили возможность изучить его жилище, чтобы понять, что он бил свою жену и сам сотворил свое несчастье. Не то чтобы квест с Кровавым Бароном был какой-то вершиной драматургии, но настолько тщательно прописать персонажа и познакомить с ним поближе через аккуратно интегрированную геймплейную механику – это не такая уж и простая задача. А учитывая количество персонажей в игре, мы с уверенностью можем сказать, что разделение проекта на модули было не просто самым оптимальным – это был единственно возможный способ в принципе разработать игру в те сроки, в которые она была разработана. Однако фишка Дикой Охоты в том, что над всеми разрозненными творческими группами стоял талантливый руководитель, у которого имелось целостное видение конечного продукта, а также понимание, что именно должна сделать каждая из таких групп по отдельности. К тому же в студии регулярно проводились всевозможные совещания, мозговые штурмы, а в доковидную эпоху сотрудники вовсе могли обсуждать волнующие их вещи, ну например, за столом в обеденное время. Я имею ввиду не только сценаристы между собой, но и сценаристы с левел-дизайнерами, художниками по персонажам и даже дизайнерами боевой системы. Ведьмак получился действительно хорошей игрой, для многих он стал одним из важнейших проектов десятилетия. И во многом, благодаря тому, что сценаристы тесно работали с квест-дизайнерами, квест-дизайнеры очень грамотно сообщали о своих потребностях левел-дизайнерам, а художники и сценаристы вместе воплощали видение темного фэнтези, и в итоге получилось нечто прекрасное. Но подумайте вот о чем, если бы посреди разработки третьего Ведьмака полякам не хватало времени настолько, что они решили бы вырезать всю квестовую ветку с поиском Цири в Велине, стал бы от этого сюжет игры менее целостным. Несомненно, игра потеряла бы прилично годного контента, но повлияло бы это на целостность восприятия истории. Да нет. Главу в Велине, как и практически любую другую главу, можно изъять из игры без малейшего ущерба для фабулы. Где бы вы ни оказались, что бы вы ни делали, любую сцену в оригинальной игре можно описать одним предложением. Вы Геральт из Ривии и вы пытаетесь уберечь Цири от дикой охоты. Модульная структура сюжета не помешала Ведьмаку стать хорошей игрой. Разработчики умело воспользовались ею и компенсировали все ее недостатки, тщательной проработкой персонажей и крепкими диалогами. Но это не отменяет того, что сама по себе подобная структура не добавляет играм ценности, а зачастую замыкает игрока в рамках одной геймплейной петли, которая потом тиражируется на все регионы. Геймплейный цикл в третьем Ведьмаке включает в себя путешествие до точки интереса, принятие квеста, небольшую детективную работу, в ходе которой Геральт по запаху экскрементов устанавливает местоположение очередного Василиска. А завершается все конечно же смертельным поединком и последующей сдачей квеста. В зависимости от локации и контекста, этапы геймплейной петли могут перетасовываться. И в целом, благодаря высокому качеству диалогов, интересным ситуациям и сносной по тем временам боевой системе, геймплейная петля Дикой Охоты воспринимается приятно. Однако с момента первого контракта в Белой Роще, вплоть до последнего квеста Крови и Вина, она повторяется с минимальными изменениями, отклоняясь на редкие эпичные задания, вроде Обороны Каэр Морхена или Штурма Дунтынне. Я обожаю Ведьмака, я считаю, что это шедевральная игра, и, прямо скажем, однотипная структура квестов в ней меня никак не раздражает. Но когда я запускаю Истоки или Одиссею, разработчики которых черпали вдохновение из Дикой Охоты и не стеснялись копировать вплоть до цветовой палитры диалоговых реплик разного уровня. Но оказались не способны написать той же захватывающую историю, мне хочется кричать от репетативности заданий и примитивности геймплейной петли. И чем больше я запускаю игры в открытом мире, чем чаще меня заставляют переживать заново один и тот же геймплейный цикл, тем быстрее падает моя заинтересованность в игровом процессе, который точно не поменяется следующие 40-60, а то и 80 часов. Это сильно контрастирует с чуть более короткими и линейными проектами, где характер, структура и темп геймплея развиваются по мере продвижения по сюжету. Проходя, например, бога войны на ПК, я остался восхищен смелостью разработчиков отложить клинки хаоса на десерт. Каждый новый этап приключений Кратоса и Атрея обрушивал на игрока новых противников. Какие-то докучали своей высокой мобильностью, какие-то атаковали скопом, а какие-то были неуязвимы к ледяным атакам Левиафана и требовали ломать лица кулаками. Каждый раз промахиваясь Левиафаном или наблюдая, как моей АОЕ атаки не хватило буквально пары пикселей для поражения сразу нескольких противников, я испытывал острое желание обрести более мощное оружие, которое позволило бы эффективнее поражать цели по площади. И я ни секунду не сомневаюсь, что подобное ощущение от боевой системы было умышленным, было спланированным. Дизайнеры боевой системы хотели, чтобы игрок испытывал нечто подобное, чтобы потом вручить ему желанную вундервафлю. Но разработчики не просто взяли и спонтанно выдали нам новое оружие. Перед этим они логично и последовательно довели до ума две сюжетных ветки — историю внутренних терзаний Кратоса, скрывающего своё прошлое, и конфликт с отпрысками Тора, который обернулся тяжёлыми последствиями для Атрея. Кульминационный момент обеих сюжетных линий стал отличной почвой для сюжетного поворота, когда Кратос уже не мог скрывать свою истинную сущность. Если он хочет спасти своего сына, ему нужно отправиться в Хеллхайм и вырвать сердце Хранителя моста, против которого Левиафан окажется бесполезным. Поэтому Кратос решает смахнуть пыль с клинков хаоса и принять себя таким, какой он есть. Перед нами очень тонкая работа, которая была чётко спланирована заранее. Придумана геймдиректором, прописана сценаристами, проработана дизайнерами боевой системы и так далее. Продумано всё до мельчайшей детали. Даже сцена, в которой Кратос возвращается домой за клинками хаоса, даёт нам почувствовать разницу до и после, когда спавнит несколько ледяных драугров, с которыми вначале у игрока могут быть проблемы. Но уже через минуту, обретя клинки, мы с лёгкостью раскидываем их как нам вздумается. Этот восторг от обретения новой вундервафли был бы невозможен, если бы над основной историей работали по модульному принципу. Модульный подход не только помешал бы обеспечить такую длинную подготовку к этому повороту, но и не позволил бы так радикально поменять наше впечатление от боёвки. Игра выдаёт их игроку уже на том этапе, когда тот в совершенстве владеет топором. Этот поистине клёвый твист закладывался с самого начала, чтобы развитие истории, чтобы сюжетная арка главного героя сопровождалась ощутимой эволюцией в игровом процессе. Ввиду коротких рубящих атак, эффективно поражающих лишь одну цель, топор научил меня приоритизировать противников на поле боя и не тратить попусту ауе скиллы, которые могут пригодиться, если противники начнут давить числом. Заменив оружие, созданное для работы по одной цели на клинке хаоса, способное наносить урон по площади, разработчики подарили второе дыхание боевой системе и создали для меня уникальное воспоминание о том, как мой игровой опыт был перевёрнут с головы на ноги. С истоками такого не будет никогда. Такого не будет с третьей мафией и десятком других игр, чей сюжет писали разобщёнными кусками. Чтобы прогресс в рамках одного модуля никак не задевал остальные. А то не дай бог геймдиректор захочет что-нибудь поменять или выкинуть, и тогда, понимаешь ли, придётся кранчить, переписывая кусок другой главы. Кроме того, совсем не обязательно быть камерной коридорной игрой, чтобы сохранять сюжетную целостность. У нас есть примеры огромных, поистине колоссальных игр в открытом мире, разработчикам которых удалось написать захватывающую историю, которая остаётся целостной на протяжении пятидесяти с лишним часов. Я сейчас говорю в первую очередь про RDR 2. Там есть задания, которые сюжетно отделены от основной истории. Это почти все миссии на незнакомцев, которые скорее всего действительно были написаны и состакованы по модульному принципу. Но основная история настолько целостная, настолько логически завершённая, что в ней каждая реплика из второй, третьей главы, да даже из пролога отзывается эхом в финале. RDR 2 это чудесная игра, сюжет которой оставляет тонну эмоций к концу первого прохождения и ещё столько же к концу второго. Когда вы, зная сюжетные спойлеры, начинаете замечать больше. Замечаете жирные намёки, замечаете как рано у Артура появляется кашель, замечаете насколько логично сюжет вытекает из поступков персонажей, на многие из которых вы не обращали внимания при первом прохождении. К сожалению, геймплей RDR 2 не совершает таких резких поворотов, как геймплей бога войны. Дизайн миссий в RDR чуть более однообразный. Я думаю, он смотрелся бы куда хуже, если бы история представляла из себя не огромный американский роман, а совокупность плохо связанных между собой сюжетных модулей. Но что на самом деле заставляет разработчиков делать такие огромные пустые открытые миры с модульной историей? Стали бы менеджеры утверждать проект, который требует совместных усилий пяти студий, если бы он не окупался? Ну конечно бы не стали. Руководители студии и маркетологи издательств очень внимательно прислушиваются к трендам. Они знают, что у игроков есть запрос на большие игры, что игроки ценят огромные открытые миры больше, чем крохотные коридорные проекты. Я понимаю, что моя аудитория состоит из хардкорных геймеров, которые уже присытились этими открытыми мирами. Но мы с вами должны понимать, что для неискушенного игрока, для игрока, который делает свои первые шаги в мире игр, открытый мир всегда кажется следующей эволюционной ступенью в сравнении с коридорными уровнями, а вовсе не популярным трендом в геймдизайне. Сюда же накладывается и наша с вами жадность. Для многих игроков мысль о покупке игры на 1-2 вечера за фулл прайс кажется неприемлемой. Люди постоянно взвешивают не только качество, но и количество контента, когда принимают решение о приобретении. И для многих игра на 30, 40, 50, 100 часов кажется более выгодным приобретением, чем на 5-10. Привлекательный образ огромных игр старательно накачивали маркетологи, которые последние 15 лет мерились площадью игровых миров, рассказывали, что в каждой новой игре мир просторнее, контента больше и непременно нахваливали реиграбельность своих продуктов. Как будто бы чем больше времени вы можете провести в игре, тем лучше. И я ни в коем случае не против игр в открытом мире. Лично для меня именно первые open world проекты типа первых трёхмерных GTA, Morrowind и Oblivion стали жизнеопределяющими. Они навсегда изменили моё представление о том, какими вообще могут быть игры. Они перевернули моё отношение к играм как к искусству. Именно с этих проектов началось моё по-настоящему глубокое увлечение компьютерными играми. И что самое забавное, столь важными жизнеопределяющими они стали, в том числе благодаря открытому миру. Потому что на фоне платформеров, на фоне квестов, на фоне коридорных шутеров, которых тогда было навалом, они воспринимались как портал в неизведанную виртуальную реальность. Словосочетание тогда понимаемое совсем иначе. Для меня это были огромные игровые миры, в которых я, будучи подростком, мог буквально жить. Эти проекты перевернули моё отношение к играм, потому что смогли убедить меня, что этот мир реален. И я уверен, что люди, которые моложе меня на 5-10 лет, то же самое могут сказать про Skyrim или какие-нибудь части Assassin's Creed, или даже про третьего Ведьмака. Но я не могу не кричать о том, насколько творчески стерильными стали игры в открытом мире, и в том числе из-за модульной структуры сюжета. Для меня, как для сюжетно-ориентированного человека, это печально. Выбирая между игрой с неидеальной боевой системой, но крепким сюжетом, и игрой с затягивающей геймплейной петлёй, но абсолютно примитивной историей, я скорее сделаю выбор в пользу первого проекта. Однако, чтобы как-то сбалансировать это видео, я хотел бы в конце проговорить одну важную мысль. Есть огромный пласт игроков, которые играют в игры не ради сюжета, а ради геймплея, которые кайфуют от сеттинга геймплейной петли, которым нравится, когда игра погружает их в состояние потока. Таким игрокам зачастую плевать на сюжетную несостоятельность третьей мафии или той же Wildlands. Они ловят кайф от возможности полетать на вертолёте, провести разведку дроном, по стелсу зачистить все аванпосты и покататься с друзьями по пересечённой местности. А низкое качество нарративного сопровождения, сводящееся к однотипным заданиям в духе устранить какого-то Карлоса Фуентеса, подслушать переговоры пожилой Чим-Чима или выкрасть документы для ЦРУ, вообще никак не портит игровой процесс, ибо являются поводом, а не целью. И это работает не только с играми в открытом мире, это работает вообще с любым проектом, который может похвастаться приличным геймплейным ядром, который представляет ценность сам по себе. Хитман весь состоит из разрозненных сюжетных модулей, но разве это мешает получать удовольствие от его геймплейного цикла? Нет. Люди играют в Хитмана уж точно не для того, чтобы увидеть сюжетную арку главного героя или чтобы узнать мотивацию антагониста, а для того, чтобы развлекать себя в игровой песочнице. Подумайте про ММО, в них играют уж точно не ради целостного сюжета. Взять ту же Destiny, которая ввиду непрерывного цикла поддержки дошла до момента, когда новые фрагменты лора просто противоречат тому, что было каноном долгие годы. Когда разработчики воскрешают умерших персонажей, когда проворачиваются в вообще неожиданные твисты, лишь бы хоть как-то вызвать интерес у ветеранов к новому аддону и поднять продажи. И это работает, потому что в своем основании вторая Destiny это по-прежнему отличная игра, и завлеченные интересной сюжетной премиссой игроки остаются гриндить Battle Pass даже после того, как разочаровываются в количестве и качестве сюжетного контента. Но я всегда спрашиваю себя, насколько великой могла быть Destiny, если бы Bungie вкладывали больше сил в нарративное сопровождение. Насколько шикарными были бы современные ассасины, если бы разработчики старались держать планку сценария на уровне третьей части? Насколько возросло бы удовольствие от прохождения Хитмана, если бы сюжет трилогии был написан талантливым сценаристом, который прописал бы сложную геополитическую игру на большой шахматной доске, с интригами, переворотами и острыми сюжетными твистами. Я считаю неправильно оправдывать отсутствие хорошей истории крепкой геймплейной петлей, и я хотел бы видеть больше сюжетно-целостных проектов, потому что это то, от чего я ловлю наибольший кайф. А у меня на этом все друзья, спасибо вам большое за просмотр. Для вас свои мысли, голос и геймплей записывал Павел Урлапов. Обязательно подписывайтесь на канал, бейте в колокол и заглядывайте в мой паблик ВКонтакте. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова